всего алло 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 слышит меня кто-нибудь? алло 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 слышит меня кто-нибудь? алло алло ага как я понимаю меня уже все видят итак я приветствую вас всех проверка связи подскажите или добавьте комментарий если меня кто-нибудь сейчас слышит подождем еще немного есть кто-нибудь? прошу отпишите в комментариях приветствую вас я попробую самому себе поставить комментарий что-нибудь? что-нибудь? Есть кто-нибудь еще? Ты меня видишь? Слышны ли меня? Понятно. Итак, пожалуйста, все присутствующие, поставьте плюсики, если вы меня слышите. И еще пишут, что все прерывается. Замечательно. Ну что ж, попробуйте, если кто-то меня плохо слышит, попробуйте просто перезапуститься. Тут еще сообщают, что чат не работает. Звук слышен и в камере мне тут сообщают. Это очень странно, потому что вчера все работало великолепно. Ну что ж, я прошу вас всех включить качество 720, иначе код будет невиден. И, как я понимаю, мы начинаем. Прекрасно. У меня еще и телефон решил включиться. Итак, кто-нибудь еще есть на связи? Отлично. Хорошо. Как всегда это получается. Как только кто-то собирается что-то провести, сразу прибегает куча народу и начинает шуметь. Замечательно. Ну что ж. Я ушел в другую комнату, а теперь они пришли тоже в другую комнату. Это великолепно. Окей. Окей. Итак. Если я все правильно понимаю, то я должен уже начинать вебинар. И прежде чем я его начну, я представлюсь. Меня зовут Максим Данилов. Я сейчас нахожусь в своем офисе. Я сейчас нахожусь в своем офисе в Австрии. Это офис компании VinePad. Здесь я работаю уже третий год разработчиком приложения на телефоны и разработкой и поддержкой крупной базы данных по алкогольным напиткам. Соответственно, что я могу... Моя задача сегодня рассказать вам о таких действиях, которые называются действия администратор. Итак. Мне очень интересно все-таки, слышит меня кто-нибудь или нет? Пожалуйста, все-таки, пожалуйста, поставьте галочку. Есть кто-нибудь здесь или нет? Я вижу, что меня смотрят двое, два человека. Ну, хорошо. Если я правильно понимаю, записи... В записи все могут посмотреть, ответить на вопросы. Я всегда смогу... Вы можете написать мне на e-mail. И мой e-mail я сейчас напишу в комментариях. Надеюсь, эти комментарии вы видите. Мой e-mail. Максим. Майнпад. А ты? И... Что ж. Я начинаю. Я буду регулярно поглядывать на строчку комментариев. Но, как я понимаю, что-то в гугле явно не то, если мне сообщают, что комментарии не работают. Так. Ну, сейчас я проверю. Разрешите оставлять комментарии всем. Ну, в общем-то... В общем-то, все должно... Все должно работать. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Попробуйте еще раз что-нибудь написать. Кто-нибудь в комментариях, кто меня слышит. И кто здесь есть. Ага. Уже три участника присоединились. Угу. Ну, хорошо. Как я понимаю, в любом случае у нас есть только то, что есть. Итак. Ну, что. Приступим. Или подождем, может быть, еще кого-нибудь. Комментариев, как я понимаю... Нет. Внизу, кстати, тоже можно оставлять комментарии под видео. Попробуйте, может быть, там это возможно сделать. И так... Надеюсь, что меня слышно. И... Мы начинаем. Итак. Сейчас я еще раз перемещусь. Как я понимаю, уже больше никого нет. Угу. Угу. Уже больше никого в офисе нет. Я могу совершенно спокойно вести дальше свои... Своё повествование. Окей. Виталий. Здесь присутствует, как я понимаю, мой стажер Виталий. Виталий, привет. Если ты меня слышишь, попробуй написать в комментариях или подай какой-нибудь сигнал через другие средства связи. Итак. Мы начинаем. Когда вы... О, Виталий отписал, что он здесь. Хорошо. Когда вы установили свежую версию Django, то обычно на экране вы видите... Вы видите вот такую информацию. Сейчас запущу. Когда вы заходите в Django, у вас нет еще никаких моделей. Совершенно свежая новая Django. Ну, вот у меня она стоит на немецком языке. Я поставлю на русский, чтобы было более понятно. Все моё повествование будет базироваться на том, что я использую Django 1.4, что я пишу на... Я пишу на Python 2.7 и буду отмечать, какие новшества есть. Иногда буду отмечать, какие новшества есть в новых версиях Django. Если у кого-то плохая фокусировка или плохо видно, пожалуйста, настройте качество изображения 720. Это настраивается в настройках видео. Потому что при 360 это будет совершенно невозможно смотреть. Надеюсь, вам это удалось. Итак, прямо сейчас у меня в администраторской панели Django существует несколько моделей, объекты которых мы можем администрировать. И с этого момента, когда я буду говорить о администраторе Django или администраторе сайта, это глобальный администратор, внутри которого будут происходить все настройки. Это не человек, который администрирует сайт, а это как раз та самая модель, которую мы будем настраивать. Внутри администратора сайта включены администраторы моделей. Вот сейчас, например, мы видим администратор модели группы, администратор модели пользователя, администратор модели права пользователя или же администратор модели сессии. У каждого из администраторов модели, когда мы зайдем в просмотр существующих моделей, есть список действий, которые этот администратор может выполнить. Что такое список действий? Это действие, которое можно применить к одному или нескольким объектам текущей модели. Мы указываем администратору функцию, которая будет применена к каждому из объектов по очереди. Соответственно, для выполнения обычных задач достаточно входить в модель, изменять какие-то данные, сохранить ее, удалить ее, и этого более чем достаточно. Это базовый функционал администратора панели. Однако, для выполнения однотипных задач с несколькими объектами, особенно если их 100, 200, 300, или вот как, например, возможно появится задача удалить пользователей, которых у меня, например, внесено 2300 человек, по очередности удалять их будет достаточно сложно. Ну или, например, активировать или деактивировать. Напоминаю, что в Django неактивный пользователь, это пользователь фактически удаленный, он не может зайти на сайт под своим логином и паролем. Так вот, чтобы применить какую-то функцию к многим объектам, существует так называемое действие администратора, и они выводятся в списке рядом с надписью действия. Эти действия можно добавлять, удалять. Если мы говорим о главном администраторе, внутри которого находятся администраторы модели, то в администраторе сайта есть глобальный список действий, который будет отображаться у всех администраторов моделей. Однако, мы можем настроить это отображение, так или иначе настроить это отображение, или же добавить только для администратора модели какое-то свое собственное специфичное действие. Итак, если вы сейчас посмотрите, то в глобальном списке действий для администраторов моделей у нас есть такое действие, как удалить выделенные объекты. Или же это действие из глобального списка отображаются абсолютно для всех администраторов моделей. Если кому-то это не нравится, то в принципе мы можем действие из глобального списка отключить. Отключать достаточно просто. Мы обращаемся к главной модели администратора. Она сначала импортируется из Django Contrib. К главной модели администратора мы обращаемся. Дальше мы говорим, что на сайте мы должны отключить акцию. Дальше нам нужно указать, какая именно акция есть. Ну, Deletto Selection – это акция, название которой я знаю наизусть. Вам же предстоит это только изучить. Ну, чтобы отменить глобальную акцию удалить выделенные объекты, достаточно указать имя этой акции. Deletto Selection. Саму акцию и посмотреть, как... Само действие, посмотреть, как оно запрограммировано, вы сможете на... Если вы заглянете в Django, по пути Django, Contrib, Admin, Actions, и там лежит акция Deletto Selected или действие администратора Deletto Selected, вы можете посмотреть, как оно организовано. Чуть позже мы, возможно, к этому обратимся. Итак, чтобы отключить акцию действия администраторов глобально для всех администраторов, мы записываем, мы обращаемся к главному администратору сайта и указываем, чтобы акция, это действие была отключена. Перезагружаем, смотрим, действительно ли отключилось это действие. Действие не отключилось. Или же я должен перезапустить сайт. Сейчас посмотрим. А, наверное, я его потом обратно включу. Проверяем. Admin, Site, Disable, Action, Delete, Selected. Давайте попробуем перезагрузить. Может быть, Disable, Action. Очень странно. Странно, что это не работает. Может быть, я где-то что-то переборщил. Или забыл отключить. Только что. Все работало. Очень интересно. Проверим. Еще разок. Если я выясню, почему именно... А, ну да. Все отлично. Вот теперь сработает. Я просто забыл сохранить сайт. Сохранил, забыл. Забыл сохранить файл настроек. Вот вы сейчас видите, что акция из списка пропала. И если в списке акций вообще нет, то даже этого списка нет. И нету даже чекбоксов, чтобы объекты выбрать. Акции... Мы сейчас отключили фактически все акции на сайте. Хорошо. Вот так мы отключили акции, действия администратора везде. Вы не можете их никаким образом вызвать. Теперь вопрос. А может быть, возможно, подключить как-либо какую-либо акцию? Конечно, можно. И для этого нам нужно сначала создать какую-то функцию, которую мы будем применять ко всем выделенным объектам. И мы будем эту функцию подключать глобально или локально. Посмотрим дальше. В общем случае функция выглядит поэлементарно. Мы определяем функцию. И на входе этой функции у нас всегда есть три параметра. Это параметр администратора модели. Следующее. Это запрос. И список объектов, с которыми необходимо выполнить какое-то действие. Для простоты я сделаю абсолютно пустую действие администратора. И подключу его глобально ко всему, ко всем администраторам. Делается это точно так же при обращении к глобальному администратору сайта. Admin. Site. Ad. Action. И здесь мы пишем указатель на нашу функцию. А также мы пишем псевдоним. Строчный псевдоним этой функции. Под этим псевдонимом функция будет располагаться в списке. И чуть больше мы увидим, на что этот псевдоним также влияет. Я предлагаю вам использовать вместо псевдонима просто имя функции. Когда заморочек псевдонимами больше не будет, вы каждый раз именуя функцию, вы подразумеваете, что имя ее будет такое же. Смотрим. Если кто-то еще здесь есть, пожалуйста, отметьте, что вы здесь есть. Хорошо. Функцию мы добавили. Функцию мы подключили к глобальному списку администратора сайта. И эта функция теперь должна... О, отлично! Наконец-то кто-то даже в комментариях написал. Хорошо ли видно или слышно меня? Пожалуйста, отпишите в комментариях. Ну, хорошо. Кроме того, что я вижу, что кто-то уже... О, отлично! Даже написали. Хорошо ли виден код, если настроить качество отображения? У нас есть небольшая задержка, поэтому я понимаю, что вы меня слышите или видите немножко позже. О, отлично! Все, я вижу ответ. Хорошо. Итак, только что я добавил функцию в глобальный список действий администраторов. И вот мы видим, что в списке администратора моделей появилась эта функция с тем именем, которую мы передали, за исключением, что нет нижнего подчеркивания. Эта функция, если вы помните, не делает ровным счетом ничего. Однако, если мы попробуем эту функцию выполнить прямо сейчас, мы увидим стандартное предупреждение Django, что эту функцию нельзя применить, поскольку ни один объект не выбран. К сожалению, я считаю, что это не доработка в Django, и я знаю, как это исправить, потому что некоторые функции призваны, чтобы внести какие-то объекты, несколько объектов одномоментно. И таким образом мне не нужно никакие объекты выделять, я буду объекты импортировать, но это, увы, в Django не предусмотрено. Хорошо, попробуем то же самое, выбрать все объекты и отправить эти объекты в функцию. И мы видим, что что-то произошло. Но теперь надо нашу функцию доработать, потому что, во-первых, мы должны видеть какое-то предупреждение о том, что функция отработала, не отработала, мы этого сейчас не видим. Это первое. И второе. Мы должны минимум ее улучшить. Но важный момент, например, таков, что для каких-нибудь администраторов мы хотим вообще отключить глобальный список. И это означает, что когда я подключил функцию к глобальному листу, если я в каком-либо администраторе модели глобальный список отключу, я не должен видеть вообще никаких акций. Не важно, есть ли они в списке действий администратора или нет. Делается это достаточно просто. В настройках администратора модели мы пишем actions равно и дальше присваиваем этому свойству администратора модели свойство параметра known. И тогда посмотрим, что произойдет. Это администратор модели разрешения пользователей. Посмотрим, что происходит сейчас. В пользователях список... Что-то я не нашел описания. Замечательно, все работает. И в действиях в правах пользователя мы видим, что лист действий отключен абсолютно, полностью и бесповоротно. Теперь я понял, что произошло. Включился следующий пример. Хорошо. У нас добавлено действие. У нас отключены все действия в администраторе модели permission. И теперь доработаем функцию, чтобы она действительно что-то делала. Напоминаю, что функция checkActive, которую мы только что создали, она действует абсолютно для всех моделей. И это означает, что если мы эту функцию начнем дорабатывать, то первое, что нужно сделать... Ну, вообще, что может эта функция делать? Она должна выбирать из... Эта функция должна... Это должна функция выбирать из списка переменных. Те переменные, которые неактивны. QuerySet. Filter. Inactive. False. Это мы выбрали все объекты, которые неактивны. И следующим шагом мы изменяем все эти объекты, обновляем все эти объекты. Параметр isActive мы устанавливаем true. Как вы знаете, апдейт возвращает количество измененных объектов. Ну и последнее, что я сделаю. Я, поскольку нам в первом параметре передавался параметр администратора, я воспользуюсь таким свойством администратора, как послать сообщение пользователю. Self. Message. Ой, не здесь. Быстрый. Я отправлю сообщение пользователю. Self. Message. User. И в этом сообщении мы отправляем request. И мы отправляем сообщение. Отправляем сообщение, сколько было изменено. Сколько было изменено, соответственно, объектов. После этого эта функция завершает свою работу. На выходе эта функция возвращает ровным счетом ничего. Мы можем написать. Но return on мы можем и не писать. В любом случае. Дальше администратор модели подхватывает пустой ответ, понимает, что функция отработала и выполняет дальше действия, запланированные. Дальше. Выполняет дальше отображение всех объектов в списке. Смотрим. Если я это все дело сохранил, то у нас это все должно работать. CheckActive у нас все еще подключен к глобальному, глобально к сайту. И теперь попробуем попробуем посмотреть на 54-й странице. Я что-то не то сделал. Изменено. Count. Ну, конечно же, я забыл. Я использую формат старое форматирование. Конечно же, я забыл значок процентов. На всякий случай хотелось бы тоже убедиться, что наша функция, которую мы объявили, это та функция, которая сейчас объявлена как CheckActive. Для этого все-таки сначала мы объявим эту функцию и только потом подключим глобально. Ну и еще, что хотелось бы для этой функции сделать, для этой функции хотелось бы добавить описание, которое будет отображаться в списке, чтобы она отображалась не CheckActive, а то, что мы хотим. Например, активация пользователей объектов. Объектов назову так. Поверяем, что это работает. а главный администратор сайта запустился. Мы заходим в... проверяем, что в правах у нас ни одного действия из списка не отображается и проверяем, что, ну, например, у пользователей отобразилось действие активации объектов. Если вы скажете, ну, постойте, а куда делось удаление объектов, я напоминаю, что в самом-самом-самом начале нашего файла мы удаление объектов отключили. Итак, что произошло? Мы написали функцию, которая что-то выполняет. В качестве описания этой функции, в качестве псевдонима этой функции теперь выводится более-менее подходящий текст, понятный, ну, или непонятный. Ну, и теперь, если я сейчас выделю раз, два, три, четыре пользователя, один из которых активный, два из которых неактивные, и захочу их активировать, мы должны получить предупреждение, что только два пользователя были активированы. Именно так. И мы видим, что они активны. Хорошо. Очень важный момент. Функция у нас подключена глобально. Но, например, вот такого параметра, из action в сессиях у нас нет. И что произойдет, когда мы попробуем активировать эти объекты, мы получим ошибку, что такого поля у этих объектов вообще в этой модели нет. Опа! Правильно, мы не можем найти в полях модели свойства из актив. Соответственно, нам нужно нашу глобальную функцию немного еще доработать, чтобы не она не работала для тех моделей, в которых поля из актив нет. Дорабатываем достаточно просто. Мы проверяем, что если из актив не входит в список имен модели, тогда мы должны выкинуть предупреждение, иначе функция должна отработать. Чтобы получить в текущей версии Django список всех полей модели, я обращусь к списку объектов. У этого списка объектов подразумевается, что есть, наверное, какая-то модель для этих объектов, и у этой модели есть мета свойства, внутри которых есть функция get all field names. Эта функция выдает нам список всех полей. Здесь я могу сказать, что в принципе эта функция не рекомендуется для использования, а в новой версии, по-моему, в версии Django 2.1 эту функцию в принципе уже отключили. Я думаю, к сожалению, но из-за не помню. если у нас произойдет ситуация, что нет такого поля, я сначала выкину предупреждение, что нет такого поля, нет такого поля, сначала выкину предупреждение, а потом выйду вообще из функции. Я люблю, когда происходит хоть какой-то описанный возврат, в данном случае return и здесь поставлю этот знак, обозначающий, что наша функция закончилась и она возвращает ничего. Ровным счетом ничего. Итак, смотрим. Если мы сейчас обновим, наша функция все еще существует для сессии, но при этом, если я выделю все объекты, и попробую их активировать, мы получим сообщение, что нет такого поля. И вот здесь я в общем-то немножечко приторможу с другими рассказами и хочу немножко услышать вашу обратную связь. Как я вижу, сейчас три человека меня слушают. Понятно или непонятно, что такое администратор сайта, что такое администратор модели, и что такое действие администратора. Можете задать какой-то вопрос. Ну, я думаю, что мне удалось это более-менее объяснить. есть кто? Или опять все отвалились? Вроде все понятно, вот я вижу комментарии. Спасибо. надеюсь, что то, что я начал с совсем базовых основ, поможет вам понять мои дальнейшие действия, которых, собственно, даже в документации, а документацию я привел ниже, под видео, дальнейшие мои действия даже особо в документации не освещены. Итак, какие у нас будут дальнейшие действия? Ну, во-первых, активацию объектов мы уже отключили, мы можем посмотреть, что это активация объектов. Она для администратора модели группы тоже не сработает. Она предупредит, что нет такого поля. И сработает оно только для администратора модели пользователя, потому что там есть такое поле из актив. Это первое. Недостатки администраторов в текущей версии Django, которую я пользуюсь, недостатки какие? Первый глобальный, глобальнейший недостаток для вообще для данной ситуации то, что если я прямо сейчас активировал какого-либо объекта, активировал какого-либо пользователя, помните, если помните, я активировал пользователя Aalto Winepad ES. Я не знаю, кто это. Однако, если мы посмотрим в историю, в историю наши действия в лог, в автолог действия над этим объектом не записались. Это означает, что если кто-то работает с объектами через действия администратора, к сожалению, нужно дорабатывать, чтобы информация в лог записывалась. следующее. Для текущей версии Django, с которой я работаю, права пользователя не проверяются. Если я пользователь, который не имеет права активировать объекты, у меня это право отключено, то я все равно этот объект в списке, это действие в списке вижу. и это конечно недостаток, который слава богу во второй версии Django исправили. Сейчас расскажу, как можно добавить проверку прав пользователя, но если у вас прав нет, вы даже видеть прав на использование этого действия нет, то вы его даже в списке не будете видеть. ну и завершающая недостаток, что я считаю недостатком, если у нас есть какое-то действие, которое делает изменения с объектами, с несколькими объектами, но при этом эти объекты не выделены, а именно, если я, например, хочу импортировать объекты в таблицу, это же тоже действие администратора, глобальный импорт нескольких объектов в таблицу, и если я напишу такое действие, оно не сработает, поскольку ни один объект не был выделен. Чтобы произвести действие над объектами, необходимо их выбрать, но я не могу их выбрать, их еще нет, и вот этот недостаток, я тоже знаю, как исправить, достаточно просто, но тем не менее, это недостатки, которые существуют и по сей день в большинстве версий Django, и один недостаток исправлен в версии Django 2.1, из-за чего я радуюсь, потому что мой новый проект будет построен с помощью, в том числе, моих слушателей на Django 1, где уже некоторые ошибки исправлены. итак, посмотрим, что еще можно сделать, или как исправить ошибки в данном случае, или же как еще можно подключать или отключать объект. Ну, во-первых, во-первых, функцию мы доработали, функция CheckActive. Допустим, я не хочу включать функцию глобально, но потому что не нужно ее включать глобально, если это функция всего-навсего для 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 модели пользователей. Чтобы подключить эту функцию только для какой-либо для какого-либо администратора модели, достаточно указать Active Actions Actions и в списке перечислить какие функции я должен добавить в список администратора текущей модели. Ну, в данном случае я буду вписывать нашу только что написанную функцию. Вы можете мне напомнить, что CheckActive вроде бы мы планировали присоединить к пользователям, но в данном случае я присоединю нашу функцию к администратору модели сессии и посмотрим, что в администраторе есть эта функция. Она все равно не будет работать, потому что поля из Active нет. Проверяем. Мы заходим в администратор модели сессии, видим наш объект, выделяем и нет такого поля. И смотрим, что, например, в правах пользователя больше этого действия в списке нет. Хопа! Нет у вас в списке. Хорошо. Поехали дальше. Ну и теперь попробуем сделать подключение функции как не через свойства администратора модели, а через метр метод администратора модели. А именно мы берем нашу функцию, которую только что создали и просто встраиваем ее в администратор модели. Вроде бы все верно. вроде бы все верно. Вроде бы все верно. И теперь мы должны подключить, дать понять администратору модели, что эта функция является, должна входить в список акций, в список действий этого администратора модели. Вот ведь фальшивые помощники переводчика. Акции это по-английски, действия это по-русски, но я использую английский, чтобы писать программу, поэтому это часто сбивается толку. Итак, действия администратора модели подключаем в действия администратора модели подключаем в метод модели. actions, дальше тот самый наш список, и сюда мы вписываем ни больше, ни меньше имя нашей функции. Дальше администратор модели будет искать среди своих методов функцию с этим именем и подключат ее в список действий администратора модели. Проверяем. Упс. Я, по-моему, где-то сделал неправильный отступ. Логично. Вот теперь заработает. Итак, мы подключили, напоминаю, что мы подключили к менеджеру пользователей, модели пользователей, мы подключили туда наше действие активации объектов. Как узнать, это функции из глобального списка или из локального списка? Ну, во-первых, в глобальном списке мы только что эту функцию в глобальный список не вносили, это первое, а второе, поскольку мы обращались не к функции, а к имени функции, менеджер модели искал по имени функции из списка своих методов, а не из списка глобальных функций в модуле. Здесь понятно, что такое мои слушатели, о, у нас даже уже 4 слушателя, поразительно, поставьте плюсик, пожалуйста, понятно ли в чем отличие, вот уже четверо на меня смотрят, пожалуйста, скажите, понятно в чем отличие метод менеджера или же глобальная функция менеджера? меня слышно? Отлично! вот я вижу уже плюсик, а кто еще к нам присоединился? нас слышно? О, отлично! Александр, приветствую! Рад вас слышать, как я понимаю, вы присоединились к нам только что. итак, мы сейчас доползли до состояния, ну, ничего страшного, мы тоже начали нашу трансляцию не совсем сразу, мы доползли до момента, что у нас есть менеджер, что у нас есть менеджер, менеджер сайта, у него есть глобальный список действий, которые могут использовать менеджеры моделей, каждый менеджер модели имеет свой список или не имеет свой список действий, которые он может применить к выделенным объектам этой модели. Мы только что написали функцию, которая позволяет нам активировать объекты, мы ее отключали, подключали, но в данном случае можно посмотреть, у нас есть неактивный юзер, мы можем применить функцию к неактивному юзеру, а что будет, если мы применим функцию к активному юзеру, мы это тоже уже посмотрели, при выполнении вы видите, что два объекта изменено, третий объект был пропущен. Итак, сейчас мы уже добрались до того, что мы сделали мы сделали менеджер модели, мы сделали администратор модели и мы сделали администратор модели пользователя и соответственно мы присоединили туда метод, метод называется чек-актив и еще одно действие, которое мы можем выполнить, чтобы подключить или отключить действие у администратора той или иной модели, у администратора любой модели есть такая есть такая функция, как get actions на входе self-request эта функция она по умолчанию есть у всех администраторов моделей, что эта функция делает? Первое, эта функция собирает глобальный список второе, эта функция проверяет эта функция проверяет список и собирает действия из этого списка это первое, это второе и после этого этот список возвращается наружу. Соответственно, если мы сейчас мы сейчас выполним эту функцию, запишем выполнение этой функции если мы сейчас запишем выполнение self actions то в этом списке actions мы получим как раз собранный воедино собранный воедино список. Напоминаю, что у нас здесь есть список в этом списке в локальном списке стоит check active и в глобальном списке был когда-то удалить все объекты теперь же его этого действия к сожалению нет. Ну вот что я думаю давайте попробуем добавить еще давайте попробуем сделать добавление давайте попробуем сделать добавление не через свойства администратора модели а через get actions чтобы добавить еще одну чтобы добавить еще еще одно действие в локальный список администратора модели я что делаю первое нам нужна наша функция это функция self check active нам нужно имя этой функции я это делаю исключительно для того чтобы было более понятно имя этой функции и короткое описание итак у нас есть три переменных теперь при помощи этих переменных мы подключим еще одно действие как добавляется это действие мы в этот список кстати это не список а словарь извините говорился actions в этот список мы добавляем нашу по по ключу func name мы добавляем и здесь это будет по-моему это называется в русском варианте cartage но мне не нравится это всего-навсего массив который состоит из трех параметров первый параметр сама функция второй параметр это имя функции и третий параметр это описание итак только что мы сделали подключение функции через через ну вручную фактически подключение функции хотя на самом деле вручную этого делать не было необходимости поскольку он это все происходит автоматически внутри джанга волшебным путем и теперь мы должны список этот словарь вернуть в этом словаре сначала были действия из глобального списка потом были действия из нашего локального списка получили глобальный получили словарь и к этому словарю добавили еще одну функцию которая будет работать как действие администратора проверяем что это работает извините подсказал бы кто-нибудь что я пришел старый иногда сервер подвисает да вы что я же сохранил фанк нэм фанк нэм азо соль окей запустили заново нашу на администрацию нашего сайта и опять вы мы видим в действие активация объект это действие мы отключили из свойств и подключили его вручную в момент в момент когда менеджер собирает все свои действия воедино таким образом мы подключили это вручную собственно это все что нужно знать для базовых базовых действий для это базовые знания о действиях администраторов моделей в панели администратора джанга теперь мы перейдем прежде чем мы перейдем к нашим глобальным дальнейшим изменениям прежде чем мы перейдем хочу задать вопрос данные данная часть информации понятно здесь еще кто то есть а вот вижу четверо а еще двое участников может быть вы представитесь окей хорошо александр и вот у нас есть ввн да надеюсь вам было понятно что данная данная информация она фактически базовая вы просто видели как быстро можно это все подключить или настроить давайте в качестве следующего шага исправим пару недостатков которые есть в джанга в случае в случае когда джанга предлагает нам действие администратора напоминаю какие недостатки есть первое даже если у меня нет прав на выполнение этой функции я все равно вижу эту функцию в списке в новый джанга у нас есть возможность добавить свойства функция функция она называется сама функция и дальше low permissions это свойство функция ну функция после того как она объявлена это объект этому объекту мы добавляем такое свойство как и low permissions дальше идет список всех разрешений которые которых достаточно каждого из них достаточно чтобы эта функция отобразилась но в данном случае если пользователю разрешено добавить объект или же если пользователю разрешено изменить объект то дальше новая версия джанга только новая версия джанга это позволяет она сразу исключит исключит эту функцию из списка действия для тех администраторов кто не имеет права добавлять или изменять объекты они имеют право только просматривать напоминаю что в новой версии джанга у нас есть разрешение у нас есть на добавление на изменение на удаление и давно просили у джанга это сделать на только просмотр объекта ну на что что я могу сказать на самом деле разработчики джанга пошли на уступки хотя последнего разрешения view совершенно не требуется это можно сделать в любой джанга достаточно просто и без без добавления нового разрешения ну окей сделали сделали хорошо это упрощает нашу работу в дальнейшем итак в новой версии джанга мы из права был исправлен один недостаток теперь люди которым не разрешено видеть те или иные действия администратора они просто не будут их видеть в ста в текущей версии джанга с которой я работаю список функции я вижу однако если у меня нет прав на удаление объекта объектов все равно джанга предупредить меня слава богу о том что у меня нет таких прав следующий недостаток не заключается в том что когда я применяю какую-либо функцию в лог не записывается мои действия с объектами например я хочу сейчас активировать этого пользователя я выполню это это действие но в истории изменений пользователя этого объекта не запишется ничего давайте добавим давайте добавим чтобы в лог это записывалось каким образом это будет происходить сначала мы фильтруем объекты дальше к сожалению нам нужно создать цикл и в этом цикле мы будем обращаться записывать в лог записывается на всякий случай у нас есть лог entry это стандартная стандартный стандартная модель записи администраторского лога и в в эту модель мы соответственно сейчас будем добавлять новый объект объект добавляется через менеджер модели лог-энтри свойства а у менеджера есть функция лог-экшн и в эту функцию нам нужно передать достаточно много данных но ничего эти данные у нас все есть у меня есть небольшая подсказочка где user или мы должны передать дальше мы должны передать и дальше мы должны передать объект и дальше мы должны передать вот вспомнить бы объект объект представление объекта дальше мы должны передать экшен флаг дальше мы должны передать мисс с лог-месседж лог-месседж окей правильно ли я а чейнж месседж ой мамочки и так все эти данные передаются в менеджер модели лог и соответственно будет создана новая запись юзер идей мы всегда можем получить юзера из реквеста конечно можно александр задал вопрос можно ли группировать пользователей присвоить разрешение группа не выбирать по одному конечно я на этот вопрос отвечу как только я запишу запишу историю об изменениях пользователей хорошо request user у нашего у любого реквеста есть такое свойство как юзер у юзера есть иди объект иди это наш наш объект который мы будем изменять дальше представление объекта ну в данном случае я предлагаю использовать таковое срочное представление данного объекта экшен флаг джанга предлагает три варианта экшен флаг addition change und deletion на самом деле это цифра 1 2 или 3 ну в данном случае я использую change константа которую предлагает джанга change message активировали пользователя активировали пользователя что еще мы забыли добавить контент тайп идей контент тайп это иди есть такой менеджер контента надеюсь что это не будет слишком сложно в качестве объяснения но чтобы получить иди менеджер контента нам нужно что сделать нам иди это объект контент тайп этот объект хранит в себе записи обо всех моделях внутри нашего проекта и каждая модель нашего проекта имеет свой уникальный номер и этот уникальный номер мы тоже должны передать блок и этот уникальный номер мы должны сейчас получить из таблицы которая знает все эти эти все модели мы чтобы найти уникальный номер уникальный номер нашей модели мы должны передать в контент в менеджер контента что мы должны передать на всякий случай напоминаю себе а плейбл и моды мы должны передать название приложения и модель напоминаю что модель у нас здесь единственное что нам нужно все таки имя класса этой модели мы в маленьком маленькими буквами а плейбл напоминаю это название приложения она передается как и так название название приложения в котором лежит наш объект он хранится в мета параметрах модели а соответственно само имя класса модели мы можем получить обратившись к классу модели и получить оттуда имя класса модели и так контент иди контент тайпа мы тоже получили и таким образом мы можем мы можем писать в лог информацию о том что какого пользователя мы активировать обратите внимание что у нас все это дело происходит в цикле и я вынес определение контент тайпа наружу из цикла чтобы он не повторялся каждый раз в цикле поскольку это всего-навсего и уникальные d модели которая не меняется пока мы проходим по списку объектов этой модели окей проверяем что это работает упс сейчас я что-то не сделал на 114 странице угадайте что я не сделал на 114 строке я забыл запятые поставить запятые поставлены сервер перезапускаю сервер перезапущен у нас есть действие активации объектов и мы смотрим что вот этого пользователя в истории ничего не было это означает что этот пользователь был создан с какой-то старый старым действием который не писал ничего в лог изменений никаких изменений теперь выделяем этого пользователя активируем этого пользователя получаем чек-эктив так и заклиптай и аргумент так я думаю что функ фанк нейм диск окей но в какой ошибке в каком месте ошибка фанк окей надеюсь что все будет работать вот мне интересно где-то я допустил ошибку но не могу сказать где именно сейчас посмотрим имя пользы действия изменено там 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 собственно я уже собственно я все правильно сделал странно что это не работает хорошо давайте проверим посмотрим в принципе что происходит на строчке внутри джанга происходит ошибка где которая передает четыре параметра в нашу функцию которая принимает только три аргумента ну все просто я не уверен что это решит решит нашу проблему мы теперь разрешим в нашу функцию передать больше чем четыре больше чем три параметра так где-то я где-то я где-то я допустил ошибку ну что ж сделаем проще у каждого из объектов есть попробуем сделать то как я делал раньше что происходит сейчас у нас в нашей функции существует какая-то какая-то ошибка и эта ошибка связана с тем изменением которые мы только что добавили а именно мы пытаемся записать что-то в log entry и этот лог выдает нам какие-то неверные данные этот этот это запись в лог выдает нам ошибку а хорошо значит мы я исправлю то что я хотел и и и и и и и и так и так я создал я перенес обратно определение контента и и контента и значит попробуем может быть ошибка в этом и и и и и и и извините за непонятка. Надеюсь, что все сработает. Если не сработает, ну что ж, значит не сработало. Сервер перезапустился. Проверяем, что у нас запускается на сайт. Сайт запустился. Переходим в список пользователей, выбираем активацию объекта, выбираем объект, который хотим активировать. Проверяем, что работает или не работает. На странице 104 у нас... У нас почему-то передается в чек-эктив. Передается request. Проверяем. Ну хорошо. Я воспользуюсь, чтобы найти, что именно за ошибка произошла и какие именно параметры передаются в... Какие именно параметры передаются в нашу функцию. Я сейчас посмотрю, что вообще было передано в эту функцию. Я запущу еще раз. Я запущу еще раз нашу программу и в режиме отладки посмотрю, что было передано. Что у нас под селфом подразумевается? Менеджер модели. Что подразумевается под request? Request. Опять менеджер модели. Замечательно. Что подразумевается под query сетом? Наш request. У нас произошел какой-то сбой. Собственно, ничего страшного. Я в этом не вижу. Другой вопрос. Что? Что? По каким-то причинам в CheckActive теперь передается два раза менеджер модели. Не могу ответить прямо сейчас. Сбило меня немножко с толку. Но надеюсь, что будет работать. Вот это интересно, почему. Это произошло. Извините за некоторое. Итак, переходим к пользователю. Выбираем нужного нам пользователя. И активируем объект. Один пользователь был изменен. Посмотрим, что в историю этого пользователя было записано. Отлично! В истории этого пользователя появилась наша запись. Это здорово. Итак, 19.23. В принципе, наш вебинар надо бы уже завершать, потому что мы разговариваем более чем час десять. Я сейчас подведу итоги и дальше отвечу на вопросы. Александр, надеюсь, что смогу ответить и на ваш вопрос. Что мы сейчас прошли? Если мы посмотрим на программу вебинара, она расположена ниже видео, которое вы сейчас смотрите, то мы посмотрели, что такое действие администратора в панели администратора Django. Мы посмотрели действие администратора, которые видны всем. Мы посмотрели, какие недостатки есть в реализации. И даже несколько недостатков исправили. Один исправили, один исправили сами разработчики Django. Мы отключали и включали действия администратора, мы добавляли новые действия, мы создавали функции для новых действий, мы подключали новые действия через свойства класса, мы подключали новые действия через метод класса. К сожалению, действия администратора с промежуточной страницей тогда переедут на следующий вебинар, если люди проявят интерес и инициативу. И как реализовать действия администраторов с промежуточной страницей на контент-бейс, на готовых уже решениях, существующих в Django, соответственно, вот это все нам предстоит только посмотреть. Класс-байс-вью существует. Django предлагает набор кода, который позволяет нам улучшить и упростить работу с действиями администраторов, но, к сожалению, это уже не сегодня. А то, что происходило сегодня, а именно, еще разочек посмотрим по нашему коду, который я потом размещу на гид и ссылку размещу в комментариях. Мы отключили акцию действия администраторов, глобальное действие администраторов, удалить объекты, полностью отключили. После этого создали самую простую функцию. Эту простую функцию мы подключали к различным менеджерам, администраторам моделей, а у администратора модели разрешения мы отключили вообще любые действия, какие только возможно. Дальше мы доработали нашу функцию, функцию активации объекта и подключили ее к администратору модели сессии. В этой функции есть проверка, что нельзя активировать объект, если нет такого поля активный, неактивный объект. И, соответственно, функцию-то мы подключили, действие-то возможно, но это действие предупредит нас, что активировать объект невозможно. Ну и дальше мы доработали администратор модели пользователей. Мы написали функцию, которая записывает в лог все свои действия, предупреждает пользователей о том, сколько было объектов активировано и предупреждает об этом. И мы добавили это действие через другой метод нашего администратора, который называется getActions. GetActions, этот метод собирает абсолютно все действия, которые этому администратору разрешены, этому администратору модели. И туда мы подключили нашу функцию checkActive. После этого я рассказал, какие недостатки. Мы исправили один недостаток. И, собственно, на этом мое повествование заканчивается. Теперь есть вопросы. Александр, вопрос еще актуален. Если много пользователей, как группировать этих пользователей и присваивать разрешение группе, а не выбирать по одному? Вопрос еще актуален? Просто Александр здесь или нет? Увидел. Ну, на всякий случай, все равно достаточно быстро это можно, ничего страшного, достаточно просто можно ответить. У нас есть стандартно группы. В этих группах мы можем настроить то или иное, добавить то или иное разрешение. А каждому пользователю, каждого пользователя мы можем внести в ту или иную группу. Соответственно, например, по идее можно сделать акцию, вместо активации объектов, можно сделать такое действие администратора, как присоединение выбранных пользователей к какой-либо группе. По-моему, более чем тема для создания одного действия. Присоединение выбранных пользователей к группе. Совершенно логично, что это нужно сделать через действие данного администратора, модели пользователя. Но пока такой функции еще не написано. Александр, что, рискнешь такую функцию написать сам? Вот, любопытно, пользователь, второй пользователь ВВН, он еще здесь? Еще двух пользователей, я не знаю, кто нас смотрит. О, нас уже пятеро смотрят, но я уже отвечаю на вопросы. Скажите, а кто пятый? Представьтесь хотя бы. ВВН здесь, вижу. О, Родион, приветствую. Только присоединился, как я вижу. Наверное, у нас у всех разница по времени. Сейчас, понятно, приветствую. Как ты домой пришел? Ну, у нас разница по времени. Я нахожусь в Австрии, у меня еще пока почти рабочее время. Всего-то половина восьмого вечера. Давайте. Александр, можешь задать какой-нибудь вопрос по действиям администратора, который пришел в голову, пока ты слушал мой рассказ? То же самое я спрошу у пользователя ВВН и у Родиона. Какой-нибудь вопрос про действия администратора, который вам интересно узнать, услышать? Я попробую коротко и быстро ответить. Да, Александр, согласен, что выглядит все логично. Я в восторге, в принципе, от Django, поскольку после моего долгого опыта работы с многими CMS-ками, моя любимая CMS-ка на PHP, например, была SmallNuke, если кто-нибудь из вас вообще с ней когда-либо сталкивался. Но после того, как я увидел... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 хорошо радион о не уж то звук есть и а чего его не было отлично уже есть фантастика хорошо радион есть где-нибудь родион или уже пропал а нет родион уже пропал ну а александр суббота александр да в джанга много чего есть из коробки но на самом деле джанга много чего есть которое подключается почти как из коробки бежал ну ладно александр как я понимаю только начал работать да с джанга понятно ну что ж тогда если все будет хорошо может быть удастся пообщаться на когда я буду преподавать джанга на гиг брайнс приглашаю к участию на курсах и когда я буду рассказывать про джанга из коробки конечно же исходя из своего опыта я буду рассказывать намного больше чем это можно получить из документации постараюсь по крайней я предлагаю прощаться уже длится вебинар больше чем час 30 если вопросов больше нет я очень благодарен вам всем за участие поддержку ввн большое спасибо что был самого начала александр спасибо что присоединился середины родион жалко что не это самое не 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 это самое да задавать вопросы мне можно по на электронную почту я писал ее наверху сдавать можно вопросы на электронную почту можно сдавать вопросы на электронную почту кроме этого вы можете задавать вопросы на гиг вас благодарю большое спасибо и наверное до следующих встреч большое вам спасибо за участие спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...